Всем привет! Да, ребята, что и стоило вам ждать, это истории про я ж мать! Мы стараемся выбирать для вас самые громкие и самые интересные истории с реддита, поэтому надеемся на вашу поддержку и активность, а поддержать канал ты можешь подписавшись на бодряка и поставив лайк под видео, а также оставляйте хэштег в комментариях. Данные действия просто бесценны для канала и я буду очень благодарен за весь этот движняк, ребята. А теперь погнали! Эта история произошла со мной пару лет назад. Хочу сразу сказать, что те люди, кто работал или был как-то связан с розничной торговлей, прекрасно знают, что работая там, очень часто можно встретить неадекватных родителей, я же матерей и мам-одиночек, которые, в свою очередь, очень много всего позволяют своим деткам. Например, бегать по магазину, играя в прятки или догонялки, брать с полки вещи и не возвращать их на место или класть, но явно не туда, где это лежало. Так вот, я работал в небольшом торговом центре, а именно в секции по продаже очень дорогой обуви, строгих костюмов, галстуков и прочих вещей для деловых людей, как мужских, так и женских. В этот конкретный день была дождливая погода и клиентов было немного, но тут вошла я же мать с очень гиперактивным ребенком, по выражению лица которого можно было понять, что он явно оказался в своем мире, наверняка поставив перед собой не очень добрые цели и намерения. Я был занят, раскладывая новую коллекцию ботинок на витрины, но время от времени поглядывал за происходящим в зале. Повторюсь, в нашем бутике продавалась очень дорогая одежда, и любая, мягко сказать, неприятность с ней стоила бы космических денег, по крайней мере для меня, с моей далеко не высокой зарплатой. И в этот раз мое чутье меня не подвело. Этот ребенок сразу же отделился от мамы и пошел по своим делам. Пару минут его не было видно, но вскоре он прибежал с парой туфель, одетых на своих руках, и, смеясь, что-то начал рассказывать маме, которая не обращала на него абсолютно никакого внимания, рассматривая понравившуюся вещь. Я на тот момент уже закончил свои дела и решил не медлить, а сразу подойти к дамочке и сделать замечание. Подойдя, я поздоровался, представился сотрудником магазина, на что мгновенно она ответила. «Сотрудник, говоришь? Ну вот иди и сотрудничай, или чем ты там занимаешься? У меня мало времени, и мне нужно успеть выбрать одежду, так что займись делом и не трать остаток моего драгоценного времени». Тогда я сказал, «Девушка, я извиняюсь еще раз, но не могли бы вы присматривать за своим чадом? У нас не бюджетный магазин, вещи достаточно дорогие, и не хотелось бы, чтобы ребенок брал все подряд и бегал с этим по рядам». Дама тут же парировала, «Послушай, сотрудник, если тебе есть в чем меня обвинить, говори. Если нет, то иди делом займись, не выводи меня. Иначе я буду вынужден позвонить своим влиятельным знакомым, и ты через пару дней будешь выгружать коробки с грузовиков, а не ботинки раскладывать». На это я ответил ей, «Девушка, если ваш ребенок что-нибудь натворит в магазине, отвечать будете вы, независимо от того, какой у вас статус в обществе и сколько у вас денег. Поэтому настоятельно советую следить за ним, пока вы находитесь у нас. Здесь не детская игровая комната, чтобы наводить беспорядок. Брать вещи с полок и носиться между рядами». «И пока я все это объяснял яже матери, я услышал какой-то шум на другой стороне зала и ринулся туда. Когда прибежал на место, ребенка там не оказалось. Зато я увидел большое количество белых рубашек, которые были разбросаны по полу в перемешку с некоторой обувью и истоптаны. Одним словом, это было похоже на свалку с испорченной одеждой и на местной помойке. Я незамедлительно позвал администратора, и когда он подошел, появилась я же мать. Она, естественно, поняла масштаб проблемы, поэтому начала обвинять меня в том, что якобы я все это разбросал сам, чтобы обвинить ее невинное дитя. Мне стало неприятно слушать это вранье, и я спросил, зачем она обманывает? Администратор хотел тоже что-то сказать, но она перебила и его. Эта дама начала звонить кому-то по телефону и звать на помощь. Кому-то на том конце она говорила, что выбирала одежду для нового проекта, а мы обвинили ее чадо в том, чего он не совершал. Тот, кому она звонила, видимо, должен был приехать, чтобы разобраться в этой ситуации, так как девушка с улыбкой заявила, что сейчас приедет человек, который оставит не очень положительный след в репутации вашего магазина. Что меня взбесило, так это то, что ребенка в магазине уже не было, а она даже не собиралась его искать, просто ожидая своих защитников. И только я хотел выдвинуться на поиски сорванца, как он сам появился на входе в наш магазин с сотрудником безопасности торгового центра. Мальчик был насквозь мокрый. Догадываетесь, почему? Вот и я не сразу понял, пока охранник не рассказал, что этот паренек взял один из горшков с растениями, которые окружают фонтан в центре зала, и высыпал в воду все содержимое. После этого он попытался зачерпнуть в него воды и упал в фонтан. Я многое видел, работая в огромном торговом центре, но что бы такое? Мы все были в шоке, кроме мамашки, конечно. Та только еще больше разозлилась. Тут появился загадочный человек, которому звонила я же мать. Им оказался представитель рекламной компании, с которой, как потом выяснилось, у нее был заключен контракт на солидную сумму. И в этот день она уже должна была быть на съемках. А так как в этот проект вкладывается много денег, то срыв предстоящих съемок был бы фатальным для рекламной компании. Я же мать, довольная и уверенная, подошла к этому мужчине и начала быстро рассказывать ему свою версию истории и обвинять во всем нас. Однако тот остановил ее и попросил администратора все объяснить. Но админ не стал задерживать ни его, ни работу магазина, а просто предложил пойти в его кабинет и показать запись с камер видеонаблюдения, где видно, как малец швыряет из стороны в сторону все вещи подряд, а затем выбегает из магазина в неизвестном направлении. Посмотрев запись, наш сотрудник спросил, ну как вам такой пиар? На что рекламщик ответил, это не пиар, это посмешище для всей компании. После увиденного представитель развел руками и сказал этой дамочке, что их компания больше не хочет иметь с ней дел и контракт расторгнут. Я же мать была в панике от услышанного и начала поливать всех грязью. В итоге эта сумасбродная дама потеряла хороший контракт и оставила пятно в своей карьере, плюс заплатила большой штраф за испорченные вещи. Да, она стала немного знаменита, правда не с лучшей стороны. Будет ли ей это уроком, я не знаю, но надеюсь она сделала определенные выводы из этой ситуации. Я не работаю в том месте уже примерно год, но скажу, что на репутацию магазина этот случай никак не повлиял, и это радует. Так что хорошо то, что хорошо кончается. Раньше я работал в одной пиццерии, которая включала в себя огромный ресторан и детский игровой зал. Отмечу, в нем всегда должен был присутствовать кто-то из взрослых, чтобы наблюдать за детьми. Таких заведений в городе было мало, поэтому у нас часто было много клиентов, особенно в праздничные дни. Это и большие компании молодых людей, и семьи со всеми своими родственниками, которые могли отметить, например, годовщину, дни рождения, а также свадьбы. Пока взрослые гуляли, дети неплохо развлекались в отдельно отведенном для них месте. Одним словом, очень удобный для тех и для других. Однажды довольно известная семья, родственники главы нашего города, забронировали помещение, чтобы отпраздновать день рождения. Кто был именинником, я не в курсе, да и не в этом суть. Гостей было очень много, и в самый разгар вечеринки ко мне подошел мальчик и сказал, что один из игровых автоматов не работает, и попросил помочь. В тот день наш техник по обслуживанию и ремонту игрового оборудования отсутствовал, поэтому я не отказал парню и проследовал за ним. Когда мы вошли в игровой зал, ребенок указал на неисправный автомат. Отмечу, что взрослых рядом никого не было, хотя, повторюсь, один человек из гостей должен был там находиться всегда. Когда я подошел ближе, я увидел такую картину. Приятель мальчуга, на который, видимо, хотел обмануть автомат, забрался под пластиковый защитный экран, чтобы достать игрушку, но обратно вылезти не смог, и автомат вырубился. Я сразу демонтировал экран и попытался тянуть парня за ноги, чтобы продащить его через перегородку, которая тоже являлась препятствием. В этот момент входит девушка, которая оказывается матерью застрявшего ребенка и начинает орать на меня. Я, пытаясь успокоить ее, объяснил, что доставал застрявшего между автоматом мальчика, после чего спросил, почему она не смотрит за своим ребенком. На это девушка ответила, «Ты хочешь сказать, что я плохая мать? Ты знаешь, с кем ты вообще разговариваешь? Я жена чиновника. У тебя будут неприятности, если ты не извинишься передо мной и детьми, жалкий неудачник». Хочу сказать, что она своими криками и угрозами очень отвлекала меня, но мне все же удалось благополучно освободить парнишку. Я попытался восстановить справедливость и сказал, «Девушка, я не знаю, кто вы и чья вы жена, но это вы должны извиняться передо мной, а не я. Я только что освободил вашего ребенка, который угодил в ловушку по вашей родительской невнимательности. А вы грубите мне, как будто я сделал что-то плохое. Вы в своем уме вообще? Нужно смотреть, чем занимаются ваши дети, а если не справляетесь сами, найдите человека, который будет этим заниматься». После горячего диалога, в котором она пыталась перекинуть вину на меня за все произошедшее, ее разум, видимо, окончательно включил заднюю передачу. И тогда она отбросила назад свои ужасно растрепанные волосы, хлопнула руками по бедрам и сказала, «Слушай, ты, я хочу поговорить с менеджером, быстро позови мне его сюда. Сейчас я ему расскажу такое, что тебя вышвырнут сегодня же с работы». Знаете, в этот момент мне показалось, ничто в мире не может быть настолько приятным, «Как сказать обнаглевшей, невоспитанной я же матери, которая хочет видеть менеджера, что я являюсь этим самым менеджером?» И наблюдать, как ехидная ухмылка медленно сползает с ее лица, когда она осознает, насколько она облажалась. Кроме этого, я еще указал ей на камеру в углу помещения, которая записывает не только видео, но и аудио. Дамочка была в полной растерянности. Затем вошел ее супруг и потребовал объяснить, что там происходит. Я все рассказал, как было на самом деле, и он, что стало неожиданно для меня, извинился и пообещал возместить доставленные неудобства и унижения. Да, муж оказался куда более воспитанным и понимающим человеком. А может быть, просто испугался шумихи и скандала, ведь он был довольно влиятельным человеком. Несмотря на все грубости, которые я выслушал за оказанную помощь, я чувствовал себя отлично, потому что мне удалось спустить очередную я же мамку с небес на землю. Хотя я думаю, вряд ли для нее это будет уроком. Вот такой непростой случай произошел со мной на работе. Спасибо за просмотр! Если ты не подписан на канал Бодряка, то самое время это сделать. А если еще и нажмешь на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписки, то ты включишь уведомления с канала и будешь первым узнавать о выходе нового видоса. Лайки под видео также приветствуются. А сейчас предлагаю посмотреть другие, не менее интересные истории на нашем канале. Всем пока! Пока!